Всем привет! Как я и обещал в прошлой серии, в этой мы немножечко пройдемся еще по сюжету, посмотрим, что нам хочет предложить наша Чумка для того, чтобы, так сказать, обвесить нашу машину хорошей броней. Пока мы не начали миссию, я хочу еще показать одну вещь. Я, как всегда, немножечко снова прокачался, так сказать. Ну, как прокачался, я просто искал разные хламы и попутно заканчивал челленджи. У меня теперь 18 токенов, но не это главное. Главное, что у нас теперь есть дополнительные возможности, что мы можем Максику нашему навесить. Например, новую бороду. Вот такой вот. Смотрите, как бомж теперь выглядит. По-моему, замечательно. Я считаю, надо оставить. Так, что еще у нас есть? Скиллы. У нас два новых скилла, и каждый очень дорогостоящий, но, как я говорил, мы не будем экономить на Максимке, поэтому мы Костолома ему даем. И что мы еще ему даем? Мы даем ему Fury Ground Execution, то есть он может во время ярости кого-то... А, добивать на земле теперь тоже. То есть эти все скиллы... Не скиллы, эти удары изначально не были открыты. У нас осталось всего 118 металлолома. Что мы можем себе позволить на эту скромную штуку? Мы можем себе... Даже не можем себе новую куртку позволить. Тут это плохо. А что мы можем... Так, здесь ничего нового. Что у нас тут? О! Ну, давайте, раз мы не можем позволить себе новую куртку, давайте себе позволим хотя бы... Заапгрейдженные поручни. Поручни, наручни, наручни. Господи, все время путаю. Так, ну, да, собственно, тут все. Еще мы можем... Шотган себе, но шотган тоже требует бабла. Блин, все требует бабла. Я не знаю, где столько взять бабла в начале игры. Это очень-очень-очень непросто. Поэтому давайте просто поговорим с нашей чумкой. Так. Архангелы, такие как Джек. То есть у нас есть различные сетапы для нашего Магнус Опуса. Например, Джек. И все эти вариации называются Архангелы. Интересно. Окей. Где? Ага. 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 То есть для того, чтобы... Блин, хорошо. Выбирая Архангела, мы получаем список тех апгрейдов, которые нам нужно сделать, чтобы, видимо, этого Архангела получить. Что у нас не хватает? У нас не хватает... Не поймя, даже здесь нет того самого. Окей. А. Ясно. Нам не хватает вот этих вот четырех апгрейдов, чтобы получить себе Архангела. Хорошо. Хорошо. Собственно, нам нужно только пять частей. Из них, которых только бампер нам подходит, да? Currently installed. Окей. Хорошо, я понял. Да. Ну, в общем-то... А, и нам показывается, что нам нужно... Там поставить, чтобы получить того... Ну, как получить, не получить, а чтобы конфигурация соответствовала той конфигурации Архангела. Хорошо. Хорошо. Давай, Джет, поговорим с тобой. Ты нам хочешь что-то предложить, я слышу. Блин, патронов бы найти, все патроны потратил. Я не хочу, чтобы я не использовал для вас, но, как вы можете видеть, мы очень быстрее здесь. Что вы получаете? Это те самые проекты, которые мы собираем по частям. Помните, мы находили части? Вот. Как бы они здесь подсвечиваются. Док энд баги. Аккуайр. Так. Та-да-да-да-да-да-да. Как это сделать? Ну, ясно. Вот, помните, там было минное поле в прошлой серии. Я хотел попасть, но я не смог, потому что нам нужен собака. Собака только на... Вот там чами. Машинке чами. Короче. Короче, да. Да. Скажи нам, что они чами. Ты помните, что наши компания, saints? Хм? К Динк-ди-ди? Ты думаешь, что он сделал это из инферната, который был на мой табернакле? Нет. Берем к креме. Или к едой для кого-то. Нет, нет. Я думаю, что он сделал это. Он имеет инстинкт survival, что маленький. Да? Да. Я думаю, что он бы найти место в моем старом баке. Баке и пакет. Убежище будет иметь их использование? Так, а эти дополнительные миссии, они как бы... Ну, ясно, это диспозиция, спаси этого самого. А если я возьму, у нас абортится наша миссия или добавится новая? Давайте посмотрим. Это садов. Я надеюсь, что вы должны быть садованы с степенью диетом премиума, да? Всегда нужны аммор, продолжайте говорить. Есть что-то, что-то там происходит. Гастовцы из Гастауны с новой спиралью. Я слышу, что Скротис у него был гумбалл садовым. Эта земля должна быть садована от Гастауны. Наши оружия не будет. Я нужна пауза. Красный, жирный, и смокий. И это где я приезжаю, да? Слушайте! Один из моих людей был убран от трал-руссла некоторое время прошло. Он спрыгнул себя сюда, сказал мне, что там, кто-то знает рецепт для пауза. Ты поймёшь мне, живым и говорим, и он говорит мне, спеклы, чтобы приготовить паузу. И ты готова для живого оружия. Договорились. Если ты будешь делать мне патроны, я тебе кого угодно притащу. Ну что ж, я обещал пойти по сюжету. Но пока получается, что у нас сюжет будет делиться на две несюжетные. Хотя, подождите, вот что у нас в Story Missions? Ладно, у нас все-таки собачка это сюжетная миссия. И мы не можем выбрать другую машину, значит, придется тащить в этой. Это то, что мы, в принципе, делали в прошлой серии, но сейчас только подошло время нам сказать об этом. Ну, да, мы немножко опередили в туториал. Freed, то есть влияние, угроза, в общем, все то, что понижает. То есть даже минирование минного поля снизит влияние вражеских банд. Это классно. Так, лагеря. У нас есть четыре вида лагеря. Oil Pump мы взяли в прошлой серии. Я все-таки подумал и сделаю еще как минимум три захвата. Один будет вот на Oil Transfer Camp, второй будет на Top Dog Camp и Stunk Gump Camp тоже. Я покажу, что это такое, хотя бы по одному. Если, как я говорил, вы хотите видеть все их, потому что они будут отличаться, будут более и более и более сложные со временем, которые будут требовать челленджи и, возможно, какой-то тактики подхода. Не знаю. Просите, пишите об этом, но пока у меня планы только на один из каждого показать, в общем, и дальше только-только-только что-то новое. Что-то новое в смысле из не однотипных, а других новых заданий. Хотя все лагеря здесь уникальны, на самом деле. Каждый лагерь по-своему уникальный. Даже вот эти воздушные шары по-своему уникальны. Тут я один такой нашел интересный. Там вообще нужно было как-то придумать, как его спустить еще и как к нему подобраться. То есть, не так все тут наштамповано из редактора. Здесь все достаточно неплохо продумано. Ну, ладно. Так, что у нас тут есть? Ага. Так, это что такое? Story Mission Objective. Здесь у нас карбоди. Здесь у нас карбоди. Здесь у нас Динки Ди, да? А где? А это у нас... Ага. А это у нас этот самый пленник. Ну, блин, я не знаю. Ну, давайте попробуем поехать, что ли, сначала... Попробуем поехать за броней для машины, раз уж я обещал строго действовать по сюжету. Но потом я обязательно буду показывать вот эти вот Wasteland миссии, потому что они... Это, кстати... Я не знаю, что с ним... Зачем им давать воду, но я где раз им дал воду, как бы не скажу мне спасибо, все. Что еще с этим делать, я так и не понял, поэтому... Какой наглый... Молодой человек. И ничего после себя не оставил. Это наглость. Самые страшные для меня противники на данный момент это... Бузарды. Их... Шипастые машины разносят меня практически моментально. У меня очень слабая броня. Харпу! Мы используем магноморфис, чтобы его внизу! Так, а это... Это более сильный, да? Более сильный, сюда даже не проехать. Забавно. Ладно. Не хочу отвлекаться. Я помню, что когда я отвлекаюсь, еще подскакивают какие-то враги сразу же. В общем, хотели вроде бы только... Так, а что это такое? О! Тут какой-то... Чувак просит помощи. Как мы можем отказать в помощи чуваку? Что ты хочешь? Я же охотиться от бейл-фя. Как вы можете отказаться? Композитор, Джейт, меня и мне был не бронен. Не бойцы, нет силы. Ни генерал-бейли, но... Композитор, нет. ...а шкафа. А для их борцов с Гастапом. Я решил, что... Мне бабло пригодится. Извини, чувак. Ничего личного. Но нам нужно еще много сделать. А ты просто потерял волю к битве. И Джет тебя выгнал. Поэтому умри. Так, у него еще холодное оружие. Это вообще супер. Знаете, как здорово с гарпуном, да? Да езжаешь так. Ладно. Дальше я, наверное, уже сам. Такое ощущение, что ко мне кто-то бежит. Но я не могу найти его. Патрончики. Как мне вас не хватало патрончики. Так, тут металлоломчик. Раз металлоломчик. Два металлоломчик. Что-то еще в этом месте. Что-то, что я должен знать. Ну, кроме броника, конечно. Так, и теперь нам предлагают, как сюжетную миссию, собрать 400 металлолома. А у нас 106. Кхе-кхе-кхе. Ну, это все понятно. Это мы уже так все знаем. Честная проблема, как статья, а мы тут вообще как. Все нашли. Какой-то Intel Encounter. Хе-хе-хе. Надо найти его. Чувак. Расскажи мне что-нибудь. А, вот ты здесь спрячешься от снайперов, да? Кхе-кхе-кхе. Ну вот. Мы знаем теперь, что у них тяжелая защита по периметру, но есть спрятанный потайной ход под всей этой структурой. И сейчас мы, кстати, на что вообще смотрим-то? Мы смотрим на топ-дог кэмп. Это примерно то же самое, что в той локации, где я хотел вам показать глаза. Прекраждено минным полем, только здесь еще и посложнее. Видите, три черепка. То есть совсем будет непросто. Ну, сложнее, точнее. Ладно. Просто непросто. Это мы на потом оставим. Наша сюжетная... Хм. Составляющая игры хочет, чтобы мы ходили и искали металлолом. А я не хочу просто так ходить и искать металлолом. Я считаю, что он сам найдется, пока мы будем выполнять тростепенные миссии. Например, Взвободим нашу собачку. Мы найдем, что мы нужны. Или... Или спасем того пленника, который знает, как делать порох. Ну вот. На сто процентов нас здесь все залутили. Можем спускаться. Я тебе верю, чувак. Но сначала давай все-таки съедем за твоей собачкой. Здесь, как и в фильме, кстати, есть песчаные бури. И они очень-очень опасны. Я думаю, мы нарвемся на какую-нибудь избурь как-нибудь. Я один раз нарвался, когда зачищал одну из вышек. Да, я еще делал что-то после той серии. У меня теперь, как видите, захвачены здесь две вышки. Которые мне приносят в сумме по 40 металлолома. Итого по 60 металлолома в день. Неплохо, но, как видите, с такими расценочками это все еще очень мало. А, знаете, что мы еще неплохо бы сделать, перед тем, как пойти к песику? Давайте сбегаем. Поднимем наши скиллы. Так, вон там наверху. Как нам в него попасть? Какой-то рыжок забрался так высоко. Тут, по-моему. Скажется, идти пешком. Ну, ты пока почини машину, чтобы тебе не было скучно. Стой здесь, что-то я должен сделать. Ну, да. У нас уже порядком скопилось в этих токенах. Будет хороший апгрейд. Привет. Привет. Ты нашел мое. Попроизводство. Любе. Отлили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Даже не знаю Даже не знаю Все такое вкусненькое Ладно, пускай будет так Пускай будет так Пускай будет так Здесь что у нас? Это у нас Использовать Ну, я не знаю Я, честно сказать Затрудняюсь Давайте, может быть Что-то, что поможет нам Давайте Вот это вот нам поможет Определенно More health from food Ну, food нам встречается Так редко Что я пока даже не знаю Стоит ли в это вообще Вкладываться Это тоже, конечно, неплохо Но вот это вот Думаю, нам пригодится Больше Быстрее будут идти капать денежки Быстрее будем прокачивать Все у нас имеющееся Так, у нас осталось Пять токенов Что мы можем это сделать? Ну, давайте Тоже вложимся в милишку И по одному кинем Сюда И сюда Думаю, будет так вот Вполне нормально Вот это я прокачивать Совершенно не хочу Потому что я совсем Не понимаю надобность этого Ну, как бы за один токен Подумаю, это дает мне следующий уровень Зачем? Я и так получаю Получу этот следующий уровень Единственное, это может быть Тогда, когда На последних уровнях Тебе уже слишком сложно И ты И ты не можешь выполнить Все челленджи Но тебе надо Раскрыть последние Эти самые Рамки свои Я не знаю, короче Пока оставим это Вот так вот Ну вот Совсем другое дело Какие мы сразу Клевые Видите, у нас Ферал Фиент Левел четвертый От этого был Дей Лизард Роуд Килл Ну, в общем, да И вот эти уровни Можно поднимать С помощью Джаджмента Ну, я не знаю Я не понимаю Зачем это нужно Вот реально Что это дает Такого Что нельзя прокачать Видимо, может быть Потому что сейчас Все легко качается А под конец Когда останутся Когда останутся Только самые сложные Челленджи Которые будут Трудновыполнимы И мне там Гораздо проще Поднять Толкином Только вот так Вот я, наверное, понимаю Надобность этого Скилла Если я неправильно понимаю Напишите мне, пожалуйста Пока я не запоролся Билд Хотя, задается мне В этой игре Это невозможно Потому что хотя бы Здесь есть ачивмент Прокачать максимку По максимуму А если что-то Может прокачать По максимуму Значит, бесполезно Париться на тему Как ты правильно Или неправильно Прокачиваешь Значит, со временем Все, все, все Нормализуется Да и RPG составляющая Вы здесь сами видите Она такая Весьма условная То есть, просто Что-то можно сделать Полегче Или посложнее В самом начале По-разному Распределяете Скиллы Не знаю Ну Мне кажется На самом деле Тут Очень-очень условно Все Несемся На всех парах К нашему Песику Которого мы так Легкомысленно Оставили Взорвавшимся Корабле Вообще Как-то неблагодарно Мы относимся К собаке Все-таки Собака Не человек Сейчас Все так подумали А-а-а Сейчас все таки Не подумали А-а-а Еще один из тех Любителей животных Которых не любит Которые Не любят людей Это нет Не так На самом деле Я спокойно отношусь Ко всем Ха-ха-ха Моя бухгия Ха-ха Дюхоппер Она живет Студее Than it looks А-а-а А-а-а Ха-ха Дюхоппер Ну, здесь все Дюхоппер 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 Здесь не осталось ничего полезного Что можно залутить Мне нужен талл Мне он всегда нужен Вы знаете Мои нужды Нет, ничего не осталось Очень жаль Ну, нам теперь надо добраться На этой колымаге До До джета, правильно? Ну да Конечно, тут влияние ослабило Он на меня не так сильно нападать будет Но есть там опасность нарваться на Пандус Кротосов Или на Интересно, ну в общем можем попробовать Ну вот, ночует Ага То есть она просто их видит Ты подходишь их Выковыриваешь и Все Еще одна, да? Интересно Я не вижу их Ты видишь? Ай, ты Ты Зритель Я не знаю Ты пес Ты видишь? Вот что-то, что здесь можно Задифьюзить Такое ощущение Сейчас подорвусь Нахрен, блин, собака Ты бы А, ну ясно Ею как радаром пользоваться Она там По-разному Гавкает Это мы Ну, скажи мне Спасибо Ну, ясненько, короче Еще немножко понизили Ладно, пока нам Нас собачкой не похоронили Давайте доедем до Джета На этом мы эту серию Закончим Следующую серию мы Я даже не знаю Наверное, есть смысл Снова удариться Немножко В второстепенные задания Потому что нам Все равно надо искать Металлолом Чтобы идти по сюжету С нашей сюжетной Миссией о броне Это как раз Хороший повод Чтобы наведаться Куда-нибудь Например В тот самый Топ-Ток Кэмп Который теперь Будет нам доступен Благодаря нашему Песику Кстати, чем больше Играешь в Максимку Тем больше привыкаешь К этим машинам Я Очень ругался на них В первой серии Что, мол Или во второй Что, мол Совсем непонятно Как Как ей вообще управлять Что она очень странно Управляется Ну, да Есть на такой Но Привыкаешь Привыкаешь И как-то Нормально Это как GTA 4 Вначале Ты матюгаешься Потому что машина Себе ведет Как угодно Но не так Как ты Ожидаешь А потом Все нормально Можно даже Гонки выигрывать А, да А, да Не дадим Не дадим Не дадим Съесть Интересно Потребует Какого-нибудь Толлова Ну вот, собственно, да. У нас теперь есть собака и пособность разминировать. И всё ещё нужно искать металлолом, поэтому давайте на эту серию прекратим. А в следующей серии мы... Я не знаю, конечно, надо ещё вытащить, во-первых, вот этого чувачка отсюда. А во-вторых, я думаю, может быть, нам всё-таки взять вот этот лагерь. Уж очень хочется мне его взять. Да, давайте так и сделаем. Ну или попытаемся. Что ж, спасибо за просмотр. План намечен, то есть вы знаете, что ждать в следующей серии. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»